Строительный мусор летит прямо из окон. Рабочие сомнительного вида, вооружившись ломами, разбирают дом по камню. К целым кирпичам относятся довольно бережно, потому что продают их здесь же по 6 рублей за штуку. Здание уже без крыши, в расход пошли стены. Войти в полуразрушенное строение можно только в обуви с твёрдой подошвой. А зачем вы разрушаете? Сказали. Что сказал? Ломаем здание. От мэра. Сказали ему. Не надо меня снимать. Все вопросы к хозяину. Его сейчас сегодня нет. Кто этот таинственный хозяин, нам узнать так и не удалось. При виде камеры рабочие исчезли, как не было. А признаки их жизнедеятельности остались. Еда, бутылки, мебель. Здание уже давно облюбовали бездомные. Их сборище зимой неоднократно приводили к пожарам. Бечи тут жили, наверное, и подпалили. Сейчас вообще разбирают, видите? Да. Где-то месяц назад повесили объявление, что под снос будет. И разбирают дом, не монтируют. Красивое очень место. Обидно немножко. Рабочие даже требуют. Как тут говорили, ребята стояли. Ну, отбить, да. Как, без договора просто? Ну, просто отбивают. Дом с аркой по улицу Комсомольская, 56, два года назад остался без хозяев. Его признали аварийным. Жильцов восьми квартир расселили. С вопросом, кто же сегодня так варварски обходится со старинным строением в исторической части города, мы обратились в администрацию. Начальник департамента имущественных и земельных отношений Сергей Габанов по телефону сообщил, дом все еще находится в муниципальной собственности, предназначен под снос и отдан под саморазбор. То есть его разрушают действительно с позволения администрации. А ведь сегодня это одно из немногих в Старомосколе сохранившихся зданий с более чем вековой историей. Его построил в 1904 году Петр Антонович Ваейков, представитель старинного русского рода, известный дворянин и меценат. Архитектурная композиция состояла из двух домов, соединенных между собой затейливой аркой. В одном доме жил Ваейков с семьей, второй сдавал в наем. После революции здания национализировали и сделали из них многоквартирные дома. В Великую Отечественную войну одну из построек разрушила бомба. На месте этой части архитектурной композиции в 50-е был построен дом номер 54. Арку, соединяющую оба здания, сохранили. Это дом по улице Комсомольской. Кроме того, что он интересен в своем архитектурном решении, он еще находится в исторической части нашего города. Это центральная часть города, как известно, это пересечение улиц Курской, ныне улицы Ленина, Белгородская, ныне Комсомольская, как раз по которой улицы, и Воронежская. Собственно говоря, вот эти три улицы составляли костяк основного, центральной части города. И на сегодняшний день единичные постройки конца 19-го, начала 20-го века на сегодняшний день сохранились. Когда началось разрушение дома на Комсомольской, в Краеведческий музей массово шли взволнованные староскольцы, рассказывает директор Светлана Мещерина. Люди переживали за судьбу исторической постройки. Тогда решили созвать музейный совет, чтобы определить, как помочь сохранить архитектурное наследие. Одной из идей было найти спонсора, который вдохнул бы в здание вторую жизнь. Дом с аркой вполне бы мог стать изюминкой старинной части Старого Оскола. Возможно, это была бы сувенирная лавка или какие-то мастерские творческие, может быть, какой-то некий дом-ремесел, скажем так. В конце концов, и антикварная лавка, и какая-нибудь затейливая булочная, купеческая. Ну, то есть, варианты все возможны, и мы готовы были поддержать любую идею своими историческими, там, кровеческими изысканиями, исследованиями, экспозиционными решениями. Но, к сожалению, на сегодняшний день не нашлось нового хозяина, и процесс разрушения очень активен на сегодняшний день. Это здание по какому-то стечению обстоятельств не внесено ни в один реестр памятников охраняемых государством. Еще в прошлом году активисты начали сбор подписей в поддержку сохранения постройки и внесения ее в список объектов культурного наследия. В опросных листах расписалось почти тысяча староскольцев. Такая активная поддержка спустя время дала свой результат. На днях в Старый Оскол была вызвана комиссия из областного управления государственной охраны объектов культурного наследия. В настоящее время ведется работа по возможности их внесения в этот реестр. Именно работа исследовательская, которая даст соответствующее заключение. Могут ли являться эти объекты именно памятниками культурного наследия, как того желает общественность. В областном управлении по телефону нам сообщили, что дом с аркой включен в список строений, обладающих признаками объекта культурного наследия. А значит, шансы на его спасение все-таки есть. Правда, признание его таковым может занять больше года. Есть риск, что к этому времени рабочие уже камня на камне не оставят от наследия прошлого.